Здравствуйте дорогие друзья с вами вновь Игорь Юлдашев и я веду прямые видеорепортажи с выставки PCV-Expo 2017. Сегодня как мы обещали мы расскажем вам о еще очередном стенде, который участвует в выставке PCV-Expo. Уникальном стенде, почему? Потому что я считаю, что на PCV-Expo представлены действительно интересные новинки, которые заслуживают отдельного внимания и сегодня мы посещаем наш репортаж компанией ГЗ Электропривод. Многие арматуростроители знают эту компанию не понаслышке, знают, что она располагается в России и предлагает продукты с интересными решениями. И сегодня о новинках, о компании конечно ее направленности за 2017 год расскажет ведущий инженер Макаренко Петр. Здравствуйте Петр, рада вас видеть. Спасибо, что уделили внимание. Ну и собственно говоря, давайте начнем с новинок, что вы представили на своем стенде, какие новинки, какие новые решения. Спасибо вам за ваше внимание, рад очень вас видеть в очередной раз. Этот год для нас был очень продуктивен по нашей работе, по тому, что мы сделали, чем мы занимались. У нас очень много разработок, очень много планов. Честно говоря, даже на все не хватает рук, поэтому нам приходится что-то отлаживать, что-то мы делаем в срочном порядке, на что-то у нас еще долгосрочные планы. В данный момент за прошедший год мы реализовали, как мы для себя поставили цель. У нас появился электропривод, соответствующий стандартам трубопроводной арматуры на атомных электростанциях. Там специальные требования есть, к которым мы приводили наш привод, позолоченные контакты на концевых выключателях, заземление двигателя отдельное, покраска. В документах очень должен быть большой порядок, потому что это немаловажная часть, тем более, что сейчас импортозамещение. Естественно, мы бы хотели участвовать в этом процессе. И у нас очень много всяких запросов приходит по импортозамещению. Мы стараемся соответствовать каким-то высоким стандартам, которые задали наши коллеги иностранные. Естественно, что-то мы можем уже сейчас, что-то мы сможем в будущем. Но мы готовы рассматривать любые вопросы, связанные с какими-то дополнительными функциями наших уже существующих приводов. И мы реализуем эти запросы. Вот, в общем, этот атомный привод у нас сейчас новинка. Также мы расширяем, стараемся расширить линейку наших приводов интеллектуальных. У нас в планах на будущее разработать привода с поддержкой большего количества протоколов передачи данных, таких как Харт, Профибас, Филдбас. В общем, мы будем этим заниматься. По блокам резервного питания тоже мы занимаемся. Там очень много работы, очень интересно, люди интересуются. Блоки резервного питания, оказывается, многим нужны. Хорошая ниша, мы стараемся ее занять. У нас большие планы. Надеюсь, мы их реализуем быстро. В будущем планируем также расширять линейку приводов и функционал приводов интегрированных с электронными платами, с электроникой. Хотим сделать электропривод с блоком концовых выключателей именно электронным, то есть, чтобы там механики как можно меньше было. Такие привода, они уже существуют у каких-то, да, западных наших коллег, но у нас еще не реализовано. У нас сейчас ведется в данный момент действительно бурная деятельность, работа в этом направлении. У нас много планов, есть уже определенные решения. Мы их сейчас в данный момент занимаемся, пытаемся реализовать. Там много интересного может быть. Например, настройка на расстоянии этого привода через Bluetooth или там инфракрасный порт. Не знаю, вот мы сейчас решаем, какие удобные решения будут для пользователей. У нас есть хорошая техническая поддержка, специалисты. Стараемся переходить, естественно, на все русское. Конечно же, честно говоря, как разработчик я иногда ищу какие-то компоненты, да, для своих тестовых разработок и так далее. И с трудом можно найти российские какие-то, российского производителя, когда нужно даже какие-то мелочи касательно, не знаю, ящиков, да, пластиковых под какой-то, под тот же блок резервного питания ящик. Честно говоря, я потратил немало времени, чтобы его найти, потому что везде, где я не искал, он предлагался под заказ в течение там 6-8 недель. Какой-то ящик простой. Я был удивлен. Я, честно говоря, не знал. И получается, что когда ты хочешь даже что-то сделать, очень тяжело реализовать все из русского и так далее. Мы стараемся, мы меняемся. Естественно, что-то у нас, когда, естественно, есть какие-то проблемы, которые мы решаем. То есть, улучшаем уже существующий номинал. То есть, у нас есть привода с электроникой, которую мы постоянно улучшаем. Мы пытаемся, там, как-то оптимизировать разводку на платах. Делаем меньше все это в размерах, пытаемся улучшить. Естественно, компоненты подыскиваем более качественные и так далее. Планируется у вас внедрение модульных конструкций, потому что мы знаем, многие потребители именно используют и считают преимуществом модульную конструкцию электропривода. Я вас понял. Дело в том, что это широкий вопрос. У нас частично модульные сейчас привода. То есть, обычный привод стандартной комплектации, мы, получается, навешиваем на него наш блок с электроникой, он получается как бы модульный. А в нашем вот этом блоке уже есть разъемы, которые позволяют усовершенствовать, ну, расширить функционал. То есть, модбас туда прицепить или убрать уже на наш вот этот блок управления с бесконтактным пускателем. Мы уже можем туда или контроллер какой-то, да, чтобы работать в режиме регулирования привод МОК. Или вот МОДБАС, вот в будущем опять же протокол мы расширим, может, профи бас и так далее. То есть, вот такая модульность, да, тоже присутствует. Итак, чём вопрос? Потому что, в принципе, если вы будете осваивать новые горизонты, скажем так, модернизация приводов, то на основе старых решений можно будет модернизировать более новых. Да, да, точно так. В принципе, это возможно. Даже если человек... У нас очень часто, очень много работы связано с тем, что ошибаются закупщики. И когда привода приезжают на объект, на котором они должны быть установлены, оказывается, что не та схема. Или привод недостаточно функционален в плане того, что им нужен. Интегрированный был действительно там с какими-то... Или с управлением 24 вольта, да, а им привезли 220 и так далее. То есть, мы, в принципе, решаем эти вопросы тоже оперативно. Или сами, если, возможно, выезжают на место нашей техники или присылают привода, снимают это просто нам. И мы тут же можем переделать те же самые привода, только так же, как им нужно. То есть, это не проблема. И я говорю, что достаточно часто приходится так работать, к сожалению, ошибаются люди часто. И мы очень много времени тратим на то, чтобы переделывать уже то, что куплено и с неверными параметрами. Да, это как раз к вопросу, уважаемые друзья. Я задавался частым вопросом, почему иногда конечному потребителю нужно было вчера. Именно потому, что зачастую ошибаются, идут просчеты. И действительно, модернизация того же электропривода оптимальными решениями модульной конструкции, она облегчает модернизацию, облегчает те условия, в которых может быть ошибка. Петр, еще один важный вопрос. Скажите, пожалуйста, каким для вашей компании был 2017 год? То есть, вот идет импортозамещение. Где-то оно проходит, где-то его нет. Но вообще, для вашей компании, каким стал 2017 год? Был ли кризис, была ли стагнация, или вы, наоборот, наблюдали оживление рынка? Я могу сказать лишь как человек в техническом отделе, в отделе разработки работающей. У нас работа была весь год, причем она более интенсивна была, чем в прошлом году. Это означает то, что мы продаем привода больше. Больше людей обращается уже за приводами интегрированными, с какими-то дополнительными функциями, нестандартными приводами. У нас были ситуации, когда мы срочно разрабатывали для заказчика определенное устройство, которое больше никогда и нигде не используется. Чисто для него. Вот они попросили, ребят, нам срочно нужно. Мы разработали один раз, сделали эту продажу, все. Оно, в принципе, больше никуда не нужно. И вот, ну, мы работаем над, как говорится, над каждым запросом. Так что у нас в этом плане фирма очень гибкая. Обращайтесь. Замечательно. Да, уже мы друзья, ГЗ-электропривод уделяет который раз. Вот, честно сказать, что для атомных электростанций, что они сделали электропривод, это показывает то, что у них рынок растет. На самом деле, многие арматуростроители узнали ГЗ-электропривод, как компанию, которая устанавливает простейшие, но надежные привода для общепромышленного назначения. Сегодня они уже продвинулись до атомной отрасли. Что будет завтра, покажет время. Петр, один еще небольшой вопрос, связанный, наверное, с вашей компанией, с ростом. Вот сегодня что представляет собой ваша компания? Это производственный холдинг, это предприятие промышленное, это инжиниринговый корпус, с которым вы работаете. Что еще? Наше предприятие, я считаю, что это производственное предприятие. То есть мы очень быстро можем сделать поставку, можем, опять же, касательно разработки, да, так как я разработчик, очень быстро разработать для людей какие-то специфические вещи. Естественно, мы работаем над улучшением качества нашей продукции и заботимся о том, чтобы покупателю, конечный покупатель получал для себя надежное устройство, понятное, простое. Вот. И вот такая у нас цель, естественно, что мы считаем себя производителем. Ну да, на самом деле, уважаемые друзья, мы будем планировать поездку на это предприятие, чтобы показать вам более открыто его, чтобы вы понимали, что за производство на ГЗ-электропривод. Ну, а срезюмировав, могу сказать только одно. Мы не зря с Петром встали напротив стенда, чтобы вы видели, как проходит выставка для компании ГЗ-электропривод. Во время нашей беседы подходило очень большое количество людей. На самом деле, мы даже выбирали план, ракурс, где встать, чтобы никому не мешать. Это могу только констатировать то, что интерес к этой компании у людей есть, и он не скрываемый. А если есть интерес к компании, значит, она делает все правильно на своем рынке, в своем секторе. Удачи вам, развития и, конечно же, вера. Уважаемые друзья, мы не зря сделали интервью с ГЗ-электропривод. Это, я думаю, начало большой интересной истории. Я уверен, что когда мы посетим завод, у многих появится больше вопросов, и вы, конечно, позвоните ним, этим людям, которые создают свой продукт, и зададите интересные вопросы. Удачи вам по развитию еще раз. До новых встреч. До новых встреч вам, друзья. Напинаем, мы ввели прямой видеорепортаж, ПСВ-экспорт 2017. И интересное будет еще впереди. Так что до новых встреч, друзья. Удачи. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь Игорь Илдашев. И продолжаем мы серию встреч и видеорепортажа с выставки ПСВ-экспорт 2017. Сегодня моя встреча и беседа будет посвящена компании Лортекс Эко. Многие ее знают как поставщика качественной трубородной арматуры для нефтехимического комплекса, а также для химических предприятий и заводов. И моим собеседником будет гениальный директор компании Лортекс Эко Ануфрив Василий Петрович, который более подробно расскажет о новинках и о том, каким стал 2016-2017 год для компании Лортекс. Здравствуйте, Василий Петрович. Рад вас видеть. Но на самом деле уже сравнительно долго мы с вами не встречались для наших зрителей. И за это время появилось много новинок и наверняка появилось много событий в жизни вашей компании. Пожалуйста, расскажите вкратце о них. Это правда. Но я хотел бы все-таки внести коррективу. Здесь нас назвали поставщиком арматуры. Поставщик – это все-таки трейдинговая компания. И я хотел бы здесь внести коррективу. Мы все-таки являемся производителем в том смысле, что мы активно влиянием на дизайн арматуры, на ее конструкцию. И, собственно говоря, интеллектуальная составляющая арматуры, которую мы поставляем, принадлежит нам. Да, это немаловажно. Потому что, я повторюсь, если это так обстоит, то получается, вы практически любой вид арматуры можете поставить заказчику. Ровно так оно и есть. Хотя мы ориентируемся все-таки на сложные виды арматуры, имея в виду при этом агрессивные химические среды, абразивы несущие составы, высокие температуры, низкие температуры, криогенное исполнение, высокие давления, большие диаметры. Ну, вот такая арматура более-менее специального назначения. Ну, и все-таки, возвращаясь к новинкам и событиям вашей компании, расскажите для наших зрителей об них. Ну, для нас большим этапом явилось создание и развитие арматуры из керамики. И, ну, здесь, к сожалению, не видно вот этих картинок. Но я бы показал, вот здесь, значит, арматуру, которую мы поставили на одной из казахских предприятий, которая принадлежит, впрочем, российской компанией «Еврахим». Справа здесь, значит, задвижка, заслонка, которая, значит, работала на предприятии, отрабатывала 7 дней, одну неделю. А слева от меня, значит, наша арматура, наши ножевые шиберные задвижки с керамическими вставками, которые на сегодняшний день работают уже 10 месяцев, то есть в 50 раз приблизительно дольше. И они продолжают находиться в работе. Я думаю, что проработают еще не один месяц. Значит, ну, мы сейчас делаем, действительно, упор на вот керамическую арматуру. У нас достаточно много заказов. И мы считаем, что за керамикой большое будущее. В частности, перед вами вот здесь шаровый кран с регулирующей функцией, значит, на который у нас тоже есть заказы. Ну, и целый ряд других изделий. Значит, в новых, среди новых наших... Да, я, кстати говоря, хотел, значит, высказать свою благодарность и вот с нашей поставкой в Каратау, директору предприятия, господину Валышеву, который вот так, мне кажется, очень прогрессивно относится, несмотря на то, что, значит, керамические изделия, конечно же, дороже того, что у них стояло, он пошел на риск. И, как вы видите, этот риск оправдался. Значит, мы сейчас, значит, рассматриваем также пластиковую арматуру, которая хорошо себя показала для химических сред, свободных от твердых примесей. И, в частности, также хотелось бы отметить Скоропусковский завод, в котором приблизительно 30% арматура из пластика, и она очень хорошо себя показывает. Пластиковая арматура хороша тем, что, ну, во-первых, она недорого стоит, что для российских заказчиков имеет большую ценность. Но, кроме того, она легка, в том числе и физически достаточно легка, ремонтопригодна, стойка к химическим, химически агрессивным средам. А если сегодня рассматривать проекты, которые вы курируете в настоящее время? Мы знаем, что компания LottexEco всегда ориентируется на химическую промышленность. И по признанию многих потребителей, да и производителей, сегодня трубопроводная арматура химической промышленности активно развивается. Наверное, у вас есть проекты, которые вы сегодня курируете? Да, вот именно этот квартал, именно этот месяц дал нам очень хороший результат. У нас целый ряд проектов. В настоящее время находятся в работе 12 проектов, два из них достаточно большие. Ну, и в том числе, это в работе, это уже контракты. И в том числе в разработке находятся порядка 30 различных проектов. И вы правы, это в основном для химической промышленности, в первую очередь для компании Еврохим и для ее подразделений. Но не исключительно для химии. Мы работаем и на горнодобывающей промышленности, на металлургию. У нас была очень интересная командировка с презентациями на Южный Урал. Мы побывали в Орске, в Челябинске, в Свердловской области. И наша арматура вызвала действительно большой интерес вот как раз у предприятий горнодобывающей отрасли и металлургии. Ну, в частности, Челябинский цинковый завод вызвал большой интерес к нашей продукции. Замечательно. Василий Петрович, один из важных вопросов, как сегодня развивается ваша компания? Мы знаем, что вы постоянно, скажем так, активно внедряете новые подходы, воспитываете молодежь, у вас есть качественный сотрудничественный состав. Вы назвали даже инжиниринговую составляющую. Это правда. И, ну, честно говоря, мне кажется, это то, чем мы можем гордиться. Мы не просто поставляем серийный продукт, но мы разрабатываем новые подходы, новые дизайны, мы применяем новые материалы, мы консультируем наших заказчиков по материалам, которые стойки к тем или иным средам и рекомендуем те или иные сплавы или материалы для различных применений. Это правда. И в этом смысле, да, наша компания не только занимается инжинирингом, но и проводит консультацию. В том числе, значит, мы проводим для российских компаний аудит предприятий, находящихся в Китайской Народной Республике. Понятно. Еще один вопрос, связанный с локализацией. То есть, мы задавали его в прошлую нашу встречу. Планируете ли вы решение на российском рынке, как производственная компания? Как вы сегодня относитесь к этому этапу? Вообще, есть ли у вас мысли о данном внедрении? Игорь, ну, большое спасибо за этот вопрос, который вы так настойчиво задаете уже не первый раз мне. Но, честно говоря, нас вполне устраивает, значит, наше сотрудничество с теми четырьмя предприятиями в Китае, с которыми мы работаем уже восемь лет. У нас нет рекламации. Значит, у нас есть, как вам известно, офис в Шанхае, который контролирует качество производимой нами продукции. И у нас, мне кажется, сейчас нет оснований переносить это в Россию, что сопряжено все-таки с достаточно большими рисками и материальными, и репутационными. Поэтому то, что мы сейчас делаем, мы ни от кого не скрываем. Мы китайские товарищи, мы производим все в Китае, но мы контролируем и отвечаем за каждое наше изделие. Золотые слова, особенно золотые слова для тех компаний, которые скрывают свое происхождение, скрывают происхождение своей продукции, потому что не надо бояться на этой рынке ничего. Если вы начинаете бояться, уважаемые господа, закончится это может очень трагически для вас и для ваших клиентов. Потому что, действительно, вот многие задают вопрос, WorldExecor, что за компания? Это компания, которая отвечает за свою продукцию. То есть под своим брендом они поставляют этот продукт, они за него несут полную ответственность и сервисные обязательства. Я уверен, что, действительно, мы общались с некоторыми заказчиками, в том же Скоропульским Синтезом, который говорил, да, их арматура стоит, она надежная, она работает. Поэтому этот рынок действительно интересен и он в России развивается. Тем не менее, на то, что некоторые говорят, что кризис и все пропало. Спасибо вам большое, Василий Петрович. Ну, на самом деле, очень приятны наши встречи. И в заключение традиционный вопрос. Ваши пожелания, пожелания клиентам. Этот вопрос всегда звучит, и вы по-новому всегда с воодушевлением, оптимизмом в него отвечаете. Вам слово. Спасибо большое. Значит, я вот нашим клиентам конкретно, я желаю все-таки не бояться рисковать, потому что, ну, мы живем в такое время, когда наука, техника особенно развиваются бурными темпами. Очень печально то, что, значит, многие наши заказчики, для них является главным критерием цена. А все-таки, мне кажется, нужно сделать упор на качество продукции. И, как мы видим по тем примерам, которые я уже привел, и которых у нас, что называется, не с числа. Вот это вот, кстати, сельфонная арматура для компании Ависмо поставлена. Здесь, значит, на Нелиномысский азот, на сегментные краны, которые мы поставили. Очень много новой продукции. Пусть она немножко дороже, но работает она намного дольше. Механики могут спать спокойно. Поэтому я предлагаю клиентам не бояться рисковать, ну, конечно, основываясь на, значит, тех позитивных данных, которые мы предоставляем при рекламе нашей продукции. Спасибо. Ну, и, конечно же, уважаемые друзья, здоровья крепкого, потому что химики, они должны обладать здоровьем. Очень агрессивно опасное производство. Арматура качественного производства убережет вас от всяких неприятностей. Удачи вам, Василий Петрович. Развитие. Спасибо, Игорь. И, конечно же, новых успехов. Удачи, друзья. До новых встреч. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь Игорь Илдашев. И продолжаем мы серию встреч и видеорепортажа с выставочных площадей PCV-Expo 2016. Чем удивительная выставка PCV-Expo тем, что каждый год она демонстрирует новых интересных участников. Так и сегодня мы встретились на стенде компании Elman. Это компания, которая действительно представила интересный продукт, нишевый продукт, я бы даже сказал. И самое главное, она заняла именно ту нишу, которая до сих пор неполноценно занята. И, собственно говоря, это одни из немногих, которые производят подобные продукты. Но более подробно о вообще истории компании и, конечно, продуктах, которые они представили на выставке PCV-Expo, расскажешь Танев Сергей Владимирович, гениальный директор компании Elman. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Ну, собственно говоря, вам слово, как все началось и почему именно эти типы арматуры вы начали предлагать на рынке? Мы начали свою работу на рынке арматуры, скажем так, в середине 90-х годов. Мы долго занимались комплектацией и продажей продукции других различных арматурных заводов. Ну, и в какой-то момент, будем так говорить, примерно в 97-м году мы встали перед вопросом, чем нам заниматься дальше. Мы поняли, что перепродажи не приносят того морального и финансового удовлетворения, которого бы хотелось уже получать. И, скажем так, изучая потребности наших потребителей, которые к тому времени были в числе наших клиентов, мы пришли к выводу, что на рынке существует незакрытая проблемная ниша, скажем так, арматура, предназначенная для транспортировки и управления высокоагрессивными средами. Именно в этом направлении мы и решили развиваться. Вот с того времени мы тем или иным образом шли, скажем, конструировали, экспериментировали, проводили разные работы. И вот, будем так говорить, к сегодняшнему дню мы можем предложить вот такую вот арматуру, которая выполнена из стали, что позволяет ее использовать в более широком диапазоне, чем нежели ранее известная продукция Рига Химмаш. И эта продукция покрыта различными фторопластами для, скажем так, применения на различных средах. В общем-то, вкратце вот так вот, это об истории развития компании. Еще можно добавить, что с 2015 года компания приступила к производству, скажем так, новой линейки продукции. Мы начали производить фторопластовую трубу из фторопласта F4 и начали производить различные элементы трубопроводов, фтурованные фторопластом. В том числе мы освоили технологию, которая, к сожалению, не представлена в России вообще, кроме нас. Это нанесение фторопластовых покрытий на сложные изделия методом рационного формования. На мой взгляд, на наш взгляд, будем так говорить, данная технология несет в себе большие перспективы, потому что позволяет решить нестандартные задачи для многих, скажем, эксплуатирующих организаций. Но тут есть один минус, это дорогостоящие вещи. Но когда есть проблема, для которой, к сожалению, не существует дешевых решений, это решение тоже оптимальное. Да, тем более, если речь идет о химически-агрессивных средах, где, в принципе, не привыкли экономить на арматуре и на безопасности. Ну, в общем-то, да. Потому что, вот знаете, как мы это начали прорабатывать с 2014 года, даже немножко раньше, и это не находило большого отклика тогда, когда мы доходим сейчас. На мой взгляд, существует некоторый подъем, по крайней мере, в промышленности. И люди начали возвращаться, более, скажем так, жестко смотреть на вопрос безопасности и начали понимать, что дорогие решения, ну, или достаточно дорогие решения, они все-таки обоснованно дорогие. Ну, скажем так, вы же не будете экономить на себе и покупать, грубо говоря, ботинки, которые заведомо через месяц развалятся. В общем-то, вы правильно отметили, что, ну, качество, оно требует цены. Конечно. Сергей Владимирович, тоже немаловажный вопрос. Скажите, кто сегодня является вашим основным все-таки потребителем в России? И есть ли у вас экспортные поставки за рубеж страны СНГ? Знаете, как перечислять наших, сказать, кто-то один является, скажем так, нашим образующим клиентом или покупателем очень сложно, потому что в перечень наших клиентов, постоянно клиентов входит крупные общеизвестные холдинги России. Это и «Газпром», и «Роснефть», и «Сибур», и «ФосАгро». Ну, можно продолжать долго. И генерирующие компании, как то «Иркутская Энерго», «Пау-Т-Плюс», «НЛ», «Фортом». Я могу до бесконечности долго продолжать. И «Полиметалл», и, скажем так, медепроизводящие русской медной компании, и «УГМК». Ну, тут и «Алроса», и «Норникель». «Алроса», пожалуй, нет. «Норникель» мы не имеем прямых отношений, к сожалению. Почему-то они не идут с нами на контакт. Предпочитают почему-то покупать через посредников. Ну, я думаю, что это дело времени. «Русал». Ну, вот, скажем так, есть и имбы, и экспортные поставки. Если уж поговорить про то, у нас существуют отношения и с предприятиями Казахстана, с медиаобрабатывающими, скажем так, и с предприятиями Беларуси. Сейчас активно строим мы диалог, выигрываем и тендерные, скажем так, поставки. И там ряд предприятий, достаточно крупных, в том числе «Масль», «Гомельский химзавод», или, скажем там, «Нафтан». Ну, вот, как-то так. Часто ли вам в последние годы приходится участвовать в программах импортозамещения? Вот мы знаем, что сегодня дана установка того же «Газпрома», а тому же «Разнести» и «Замещать». Вы знаете, как для нас слова импортозамещения, с одной стороны, вроде бы мы понимаем, о чем речь, с другой стороны, мы просто предлагаем продукцию. Да, мы где-то косвенно слышим, что меняется европейское оборудование, потому что оно либо слишком дорого, либо, слава, недоступно, и применяется наше оборудование. Но четко ответится, что именно мы входим в проект, а создан на замену того или иного вида оборудования мы так заявить не можем. Но подразумеваем, что это так и происходит. На самом деле, потому что химическая отрасль в последние годы очень сильно развивается, да вообще вся добывающая, перерабатывающая отрасль, она очень сильно зависела от зарубежных поставок. И получилось так, как говорил один наш эксперт, Геодиосиф Ильич Шмаль, они наступили снова на те же грабли и заставили нас новую ветвину развиваться и соответствовать тому же качеству. Абсолютно с вами согласен. Вот вам тот пример, когда кризис стал не бедой, а новым этапом развития. Замечательно, Сергей Евгеньевич. Ну и, конечно, не могу не обратить внимания на очень уникальную разработку, уважаемые друзья. Это шаровый экран для агрессивных средств. Это вот такой вот интересный образец, который я попрошу генерального директора компании «Элман» рассказать более подробно. Расскажите, в чем заключается вообще разработка, идея и принципиальный подход? Вот. Говорить об уникальности дели сложно. Уникальность тут в следующем. Дело в том, что в данном случае мы производим, предлагаем на рынок кран шаровый, второванный фторопластом. Но в чем его особенность? В том, что данное техническое решение, данный кран собран из двух одинаковых половин. Что, скажем так, не является типовым решением для обычной трубопроводной, скажем так, для шаровых кранов обычной трубопроводной арматуры общепрома. Потому что именно только вот покрытие второпластовое позволяет создать нужное уплотнение и решить, скажем так, использовать именно равнополовинный корпус. То есть, иными словами, здесь материалы схожи с химсостава и получается, что... Тут не схожи, тут... Это не схожи. Вот смотрите, дело в том, что покрытие корпуса, покрытие шара, это один и тот же фторопласт. Не схожи, да? Это одна и та же марка, это, собственно говоря, на одной и той же литевой машине производится. Единственное, чем здесь отличается, тут только уплотняющие кольца из другого фторопласта, которые более устойчив к механическому износу. Потому что именно на кольцах, на именно уплотнении и ложится, скажем, задача, тут самая большая механическая нагрузка. Поэтому тут несколько другой фторопласт. Фторопласт F4, самый обычный. Вот. И еще чем интересна данная модель, о том, что мы, скажем так, изучив опыт эксплуатации подобных изделий, знаем, что существуют всегда проблемы и трудность закисания вдоль штока. Потому что тут на определенном этапе, на определенную высоту проникает агрессивная среда, по крайней мере, до уплотняющих, до узла уплотнения. И тут возникает возможность коррозии. Поэтому мы в своей конструкции предусмотрели единое фторопластовое покрытие на достаточно большую высоту, по штоку, что позволяет нам избежать проникновения агрессивных сред до металла. Все уникально, очевидно и просто. Да, достаточно просто. Это имело некоторые сложности в технологии производства. Но мы эти, скажем так, нюансы обошли и нашли решение. Сергей Денич, несколько слов о вашем производстве и на производственном цикле предприятия. Что собой на сегодня представляет? На сегодня, скажем так, именно производственные мощности представляют небольшое, малое предприятие с парком станков порядка 24 единиц. Технологическая линейка самая простая. Мы, к сожалению, не обладаем литейными мощностями. На сегодняшний день мы литье корпусов заказываем на стороне. В России? В России, да. Нужно заметить, в России. Все остальное мы производим на своей площадке. Механообработка, нанесение фторопласта, испытания, проверка, опрессовка и выпуск готового изделия. Все это производится на площадке в Саратове. По сути, это российское производство с российскими корнями, с российской идеей. Ну, идея, я не знаю, насколько она российская, потому что производство футурованных изделий имеет место быть не только в России, по всему миру. И, наверное, не в России было придумано. Но, скажем так, мы где-то, наверное, повторяем чужой опыт, но где-то, собственно, мы придумаем что-то свое. Но, тем не менее, это и симпатозамещение во многом, потому что вы предлагаете российский продукт взамен зарубежным. Где-то действительно, уважаемые друзья, я не буду мучить своего собеседника этим вопросом. Я просто констатирую факт, для меня приятно видеть, что еще один российский изготовитель трубопроводной арматуры здесь выступил на PCV-Expo. И мы показываем вашему вниманию его, рассказываем им больше. Но все-таки я рекомендую зайти на сайт компании Elman и узнать побольше. Я думаю, очень много приятных открытий будет для вас сделано. Да. Показывает генеральный директор, куда именно не заходить. И куда надо идти. Сергей Анатольевич, спасибо большое вам за встречу. Я надеюсь, что в ближайшее время мы более подробно распишем, конечно, о ваших преимущественных новинках. Ну и, конечно, вопрос о развитии вашей компании в ближайшее время. Какие вы следующие этапы ставите в ближайший год? Ну, у нас есть определенные проблемы, есть определенные задачи. Мы сейчас видим для себя важным решить вопрос с собственным литейным производством. Это первое. Второе. Я думаю, что стоит перед нами вопрос расширения производственных площадей. И мы к этому вопросу уже приступили. Сейчас мы находимся на стадии проектирования дополнительных зданий. Ну, это, скажем так, о развитии нашего производства. Потом, кроме того прочего, мы, скажем так, начинаем сейчас рассматривать и обдумывать идеи открытия еще некоторых продуктов. Но об этом я не буду говорить, потому что все-таки мы стараемся открывать те продукты, которые или не представлены, или слабо представлены на рынке России. И как бы заранее не хочется. Ну, это примерно такие планы. Степенный рост, развитие и, скажем так, улучшение качества того, что мы делаем сейчас. И, может быть, выпуск новых таких-то продуктов. Замечательные планы, скромные, но в то же время далеко идущие. Спасибо вам большое за внимание. Но остается пожелать вам успеха, развития, роста. И, конечно же, гордиться тем, что вы являетесь российским изготовителем трубопроводной арматуры. Спасибо вам. Удачи вам, удачи всему коллективу. А вам, уважаемые друзья, прежде всего хочу пожелать веры. Веры российского изготовителя, промышленника, который не боится никаких перемен и делает качественно надежную российскую трубопроводную арматуру. Наверное, всем на дверь, в первую очередь, в себя. Конечно, надо начинать с себя. Удачи, друзья. До новых встреч. С вами был Игорь Удашев, Сергей Владимирович. Всего доброго. Удачи. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами был Игорь Удашев. И, как я и обещал, мы подошли к самому интересному этапу выставки PCV-Expo 2017. Самый интересный стенд. Потому что этот стенд Курганского арматурного завода ICAR, который вот в этом году, как я и говорил ранее, возродился. У него обновился хозяин. Хозяин действительно с большой буквы. И, собственно говоря, на PCV-Expo ребята из Гуркана представили свои новинки, свои разработки. И очень много было вопросов у посетителей, что сегодня представляет собой завод, как проходит модернизация, кто является клиентом и много-много другое. Ну и сегодня, собственно говоря, на мои вопросы будет отвечать человек, который делает доклад на нашей конференции. Это главный конструктор Лоскутников Дмитрий Сергеевич, который более подробно расскажет нам сегодня о заводе ICAR. Мне самому интересно, уважаемые друзья, узнать о судьбе, что сегодня происходит на предприятии, как говорится, из первых уст. Дмитрий, приветствую вас. Спасибо большое, что нашли в своем плотном графике время ответить на наши вопросы. Ну и, собственно говоря, первый вопрос. Расскажите, что сегодня происходит на заводе ICAR, как проходит модернизация. Вчера в презентации вы несколько слов сказали о оборудовании новом, о новых проектах. Да, ICAR мы купили, и сейчас занимаемся реабилитацией. То есть станков какие-то восстанавливаем, старые станки, то есть какие еще можно восстановить, которые отвечают современным требованиям металлообработки. Ну и плюс докупаем новые современные центры какие-то, которые нам в дальнейшем понадобятся для обработки. Также, что касается литейки, то есть весной у нас планируется запуск собственного литейного производства. Сейчас уже все на финишном этапе находится, то есть мы реабилитировали печи, то есть уже формовочная линия у нас стоит. И весной уже планируем запустить литейное производство собственное. Замечательные новости, ну а что по поводу кадров? Просто я понимаю, что возражать завод одно дело, а возражать ту школу, которая складывалась десятилетиями, это совершенно иное дело. Как сегодня обстоит дело по поводу персонала в вашем предприятии? Ну что касается персонала, то есть да, все наверное уже знают, что ICAR был банкротом. И когда Курганский арматурный завод его купил, то есть просто по Кургану пошел слух, что ICAR начал заново работать. И люди просто стали приходить и говорить, вот мы работали там, вот я вот за таким-то станком стоял, в таком-то цехе работал. То есть да, конечно, мы принимаем этих людей, потому что это старая школа, они от и до знают весь ICAR, всю линейку продукции знают. Конечно, это ценные кадры, которым мы в принципе дорожим. А в чем феномен того, что люди, которые ушли из завода банкрота де-факто, сегодня хотят вернуться на это предприятие? Как вы можете объяснить подобную ситуацию? На самом деле многие удивлятся такому явлению. Ну, возможно, они тоже хотят, чтобы ICAR продолжал работу, потому что это одно из крупнейших предприятий было. И в России его знают практически все, кто связан с арматуростроительной отраслью, его точно знают. И поэтому люди просто возвращаются, они хотят, чтобы ICAR дальше продолжал работу, как бы и хотят принимать участие в его возрождении, продолжении работы, продвигать арматуру и прочее. Дмитрий, если перейти к новинкам, которые вы представили здесь на стенде. Ну, понятно, классика жанра – это золотые вентили от ICAR, от Курганского арматурного завода, если поправиться. Ну, то есть это галиванические покрытия. Что еще? В принципе, сейчас мы уже под эгидой Курганского арматурного завода разработали уже межфланцевые копы, которые, в принципе, сейчас в ходу, и люди на них спрашивают. Они, разумеется, на высокое давление. Ну, можем сделать и на низкое, но в основном, конечно, на высокое. Люди спрашивают, плюс идет работа по современным упрочнениям уплотнительных поверхностей. То есть, ну, допустим, кленовые задвижки, то есть уже идет у нас уплотнение. То есть, либо наплавка более твердая, современный инструмент для ее обработки используется. Ну, и плюс у нас также мы хотим попробовать заниматься шпинделями, то есть закупить резьбу накатную головку, чтобы уже шпинделя выпускать меньшего диаметра, но с более прочной резьбой. Разумеется, на это все нужны просчеты. То есть, сейчас наши инженеры все это рассчитывают, а экономисты просчитывают экономическую выгоду от всего этого. В принципе, вот так. Да. Ну, на самом деле, уважаемые друзья, в начале этого года, 2017 года, буквально отгремели праздники. И в первых, скажем так, в первых числах января я посетил с нашей коллегией Курганский арматурный завод ИКАР. На самом деле, завод действительно работает. Уже на тот момент чувствовалась рука хозяина, что все станки стояли, уже готовы к запуску. На многих производились ремонтные работы, и это все в январе, когда холодно еще было на улице. Но сегодня, Дмитрий, если говорить о производственном потенциале завода, какие объемы вы сегодня можете осирить? Потому что многие понимают, что завод долго простаивал, оборудование стояло без дела. В каком оно сегодня состоянии? В настоящий момент, конечно, не все станки запущены, которые были на ИКАРе. Но у нас линейка сейчас с номенклатурой не такая большая, как на ИКАРе. То есть постепенно мы запускаем старые станки, плюс покупка новых. Планируем увеличивать, и с небольшими доработками будем возрождать уже ИКАРовскую номенклатуру. То есть, конечно, она частично где-то устарела, но мы будем работать и переводить ее в более современный вид уже, и ставить на поток, потому что люди действительно спрашивают, им интересна именно ИКАРовская продукция. Я думаю, если мы ее маленько доработаем, люди будут только довольны этого. Отлично. Но если говорить уже в параметрах человеческого фактора, сколько сегодня занято специалистов в производстве упорного мотора завода ИКАР? 170 человек на сегодняшний день. Но это не все станки, не все цеха запущены. Со временем мы, конечно, будем запускать, потому что нам нужно реализоваться и новую номенклатуру изделий. Под этого нужно будет запускать новые станки, принимать людей. Ну, то есть, планы грандиозные, далеко идущие вперед, я понимаю. Ну, да, конечно. Как без этого? Отлично, Дмитрий. На самом деле, уважаемые друзья, мне радует этот позитивный настрой. Некоторые, скажем так, скептики, люди, которые лузеры, так говорится, в России, думают, что невозможно возродить то, что когда-то умерло. Руководство есть поговорка, что не склеить чашку, которую разбил уже однажды. На самом деле, это полная чушь и глупость, потому что у каждого завода должен быть свой хозяин. Я считаю, что у Икара сегодня есть этот хозяин, человек, который хочет, коллегия, скажем так, компания людей, которая хочет возродить завод. Дмитрий, еще один вопрос, который терзает наших специалистов. Как вы сегодня будете бороться с контрафактом? Потому что не секрет, что есть лежалая продукция Икара, и это не очень хорошо скажется на марке, торговой марке вашего предприятия. Ну, на сегодняшний день у нас на сайте организован специальный раздел, где все паспорта будут проверяться. То есть, то, что было старое, оно так и останется старым. Но если человеку, допустим, интересно, да, ему поступила какая-то арматура под брендом Икар, он может либо зайти на наш сайт, либо позвонить непосредственно нам на завод, и, ну, уточним, действительно это наша арматура, которая была выпущена вот недавно, или это просто какая-то арматура, которая у кого-то где-то когда-то лежала на складах, и теперь ее просто превратили в рентабельный вид, как бы подкрасили, я не знаю, и заново продают. Да, освежили, хорошее слово, освежили, и заново ее продают. Поэтому, если у кого-то есть такая, помогите нам, и мы скажем, наша эта номенклатура или нет. А будете ли вы производить ремонт уже использованной арматуры от конечных потребителей? Это очень волнует конечных потребителей, потому что ремонт сегодня, если не достигает 50% от стоимости арматуры, он адекватен, то есть ликвиден. Будут ли такие у вас сервисные работы производиться? Ну, в принципе, конечно, в планах у нас есть и проводить какие-то ремонтные работы, то есть непосредственно на месторождениях, допустим, где используется арматура, либо поставлять какие-то комплектующие, которые необходимы для замены каких-то изношенных деталей. Замечательно. Ну, уважаемые друзья, что я могу также еще срезюмировать, радует, что на Икаре все-таки будет возрождаться литейка. Та самая линия Омега, о которой многие говорили, многие говорили, что она в плачевном состоянии, но, как говорится, нет неуполнимых вещей. Дмитрий, несколько слов о вашем литейном производстве, потому что интересует также всех, потому что был даже Курганский литейный завод в свое время организован, где было отдельно выделено литейное производство. Что будет у вас в планах возрождать? Что это будет за литейный цех или литейный участок? Можем поподробнее? Ну, сейчас у нас уже существует литейный цех, то есть он оборудован, как уже было сказано, линией Омега, то есть автоматизированной формовочной линией. Плюс там есть также ручная для каких-то, ну, не совсем серийных изделий, то есть ручная формовка присутствует. Ну, на настоящий момент мы планируем запустить технологию ХТС, а в дальнейшем уже немного модернизировать и уже будем делать ЛГМ. То есть изначально, конечно, для своих нужд, то есть это опять же возрождать всю номенклатуру Икара. Ну, одним словом, Икар не ушел в бытие, он на самом деле возродился, переродился. Как знаете, многие сравнивают Икар с тем самым мифом, когда он взлетел к солнцу, обжег крылья и упал. Но я, наверное, сегодня сравню Икар с тем фениксом, который возродился из пепла. Это не просто слова, уважаемые друзья. В ближайшее время я обещаю, что мы съездим на этот завод и покажем вам обширный видеорепортаж о том, что сегодня на предприятии. И будут проведены переговоры. Если нам удастся их достичь, то мы покажем, что раньше было на заводе. Но это опять-таки зависит от руководства предприятия. Как-то так. Дмитрий, спасибо вам большое за беседу, за открытую беседу. Я уверен, уважаемые друзья, если вы позвоните по номерам, которые мы вам покажем также в конце ролика или зайдете на сайт Курганского арматурного завода, вы сможете связаться напрямую со специалистами ИКАРа. Дело в том, что на нашем форуме armtork.ru уже задавали вопрос о том, как связаться со специалистами ИКАРа. Я отвечу вам в прямом эфире. Наберите Курганский арматурный завод. Вы там найдете все контакты. Это завод, который сегодня представляет именно завод ИКАР. Дмитрий, спасибо вам еще раз большое за встречу. Ну и, собственно говоря, ваши пожелания. Пожелания коллегам, пожелания тем людям, которые будут эксплуатировать вашу продукцию и тем, кто вас лично знает. Уважаемые коллеги, я хочу пожелать всем, конечно, хороших продаж, я не знаю, и действительно качественной, и хорошей арматуры, потому что в настоящее время это, ну не то чтобы редкость, но она ценится именно действительно долговечная, надежная и качественная арматура. И мы постараемся такую производить. Спасибо. Спасибо и вам. Удачи, успехов, развития. Так что, уважаемые друзья, с ИКАРом ничего не произошло. Он просто сегодня начинает возрождаться. Более подробно звоните, спрашивайте либо мне, Игорь Юлдашев, главный редактор медиагруппы «Армторг», либо Дмитрию Лоскутникову, который, в принципе, адекватно ответил на все вопросы. Я думаю, он ответит и вам. Так что, успехов, развития и новых, конечно, амбициозных планов. Удачи, друзья. Субтитры подогнал «Симон»! Я хочу еще одну мысль сказать, что мы с Игорем Юлдашевым уже какое-то время назад думали, какую бы нам придумали такую красивую акцию, которая бы позволила нам еще привлечь внимание людей чистолюбивых, амбициозных, изобретательных, рационализаторских. И мы придумали такую акцию, которая называется «На следующем году у нас в первом квартале будет заседание Госсовета». Госсовет – это, ну, знаете, такой орган, который Владимир Владимирович Путин там, когда надо, чуть ли не ежемесячно проводит, туда входят все практически губернаторы, туда входят все профессии, вот собирают их в Большом Кремлевском дворце, там, значит, человек 150. И вот эти заседания, значит, они посвящены какой-то теме. И вот в первом квартале это заседание будет посвящено вопросам региональной промышленной политики. Вот четыре года назад был принят закон о промышленной политике в Российской Федерации, и тут же начали в регионах тоже принимать свои законы. Теперь прошло время, значит, появилась возможность, так сказать, начать говорить о экспортоориентированном, когда говорят о импортозавещении. И эта акция называется так – «Стать лучшим в регионе и в России». И поэтому мы там вот, Игорь сказал, что еще разослали, значит, и на сайте стоит. Мы обратились к руководителям компании с просьбой прислать нам ваши самые разнообразные предложения, мысли, идеи, которые можно было бы через нас транслировать в администрацию президента, в госсовет. Я понимаю, что там будут читать чиновники, но, наверное, лучше из них будет опубликовано, так сказать, на страницах электронных и печатных изданий арматурга, и об этом узнает вся страна. И вот я бы хотел сегодня начать нашу традицию, вручать награду «Эксперт года» людям, которые посвятили свою жизнь именно производству, циклу, то есть именно потреблению трубопроводной арматуры, ее эксплуатации. И символично я сегодня хотел бы начать эту традицию с одного человека, который я уже знаю строительно давно, человек, который работает у нас в теплоэнергетике в Москве, представитель компании «Моск Энерго» ТЭС-26, это Потапов Анатолий Алексеевич, который, собственно говоря, является ветераном теплоэнергетики. Мы придумали вот такую вот награду. Это золотая задвижка. Мы будем ее вручать из года в год технарям, конечным потребителям, людям, которые живут своим делом, людям, которые отдают всего себя именно промышленности, именно конечному потребителю. Поздравляем вас, Анатолий Александрович, заслуженная награда. И самое главное, вы человек-легенда. Здоровья вам, удачи! Уважаемые друзья, ну и, собственно говоря, есть у нас люди, которые пишут постоянно на статье, как я сказал, в промежутках времени, публикуют материалы. И я бы хотел, наверное, начать с одного человека. Он работает в компании Паровые системы. Человек в нашем журнале уже опубликовал более 10 трудов статей про конденсат-отводчики. Это Глеб Павел Александрович, который, собственно говоря, является человеком уникальным. Он не перестает нас радовать материалами. И мы вот ему сегодня вручаем благодарность эту награду, эту досочку авторам 2017 года. Спасибо большое. Ну вот, вдохновение, муза и, конечно же, желание писать дальше, верости, удачи. Следующий наш автор кода, который я хотел вам сегодня огласить, тоже является теплоэнергетиком. Человек, который посвятил более 50 лет, насколько я помню, отрасли теплоэнергетики. Почему я начинаю именно с теплоэнергетики? Потому что тепло и свет нужны везде и всем. В нашей отрасли арматуростроения это составляет более 50%, по-моему, пониманию рынка. И этот человек делится сегодня также на страницах нашего журнала материалами, как улучшить жизнь теплоэнергетикам, также производителям трубопроводной арматуры и трубопроводов. Ну и, собственно говоря, он сегодня даже будет делать наклад. Это ветеран без привлечения. Шакала Василий Михайлович, инженер по техническому надзору ТЭЦ. Василий Михайлович, пожалуйста. На самом деле, у нас есть общие знакомые, но об этом попозже. И вот Василий Михайлович действительно не перестает крутиться в свои 80... сколько? 6... Сколько вам лет сегодня? 65. Ой, 85. 85 лет. Человек тысячи стоят. И самое главное, помогает нам. Мы часто обращаемся к имени за вопросами и просто человек не отказывает ни в чем. Спасибо вам. Здоровья и удачи. Ну, и, конечно, я не мог не обойти стороной моего личного друга, человека, который меня тоже давал на подствие очень много. Человек, который действительно является душой компании, открытый человек, и он профессионал своего дела, без привлечения. Его романы на страницах «Вестник арматура строителя» вызвали бурю эмоций у людей. Кто-то говорил, что это хорошо, кто-то говорил, что это плохо. Но я считаю, что должен быть человек, который должен делиться своим мнением, своим воспоминанием, своей жизнью. Юрий Дмитриевич Лаганов, это генеральный директор Московского СТУБРА, и, собственно говоря, человек, который я истинно уважаю и считаю своими людьми. Спасибо, Юрий Дмитриевич, за труд. Надеюсь, девятая глава будет написана. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здравствуйте, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Я рад вас приветствовать, уважаемые друзья, в нашей уютной студии в городе Барнаул. И сегодня я подведу черту, итог нашей выставочной деятельности за октябрь месяц. Октябрь вышел, на самом деле, очень насыщенным на события, на встречи и, конечно, на выставки, которые мы посетили. Если не быть голословным, то мы посетили шесть выставок и приняли в них активнейшее участие. Да, уважаемые друзья, вы не ослышались, это не три, не четыре выставки, а шесть полноценных выставок. Конечно же, был и Питерский газовый форум, была выставка Росгазэкспо, на которой мы также принимали участие. Но сегодня я хотел бы поделиться своим мнением о выставке PCV-Expo. Дело в том, что о этой выставке ходит очень много различных мнений и даже, возможно, кривотолков. На самом деле, PCV-Expo сегодня проводится наряду с выставкой Heat and Power, в которой мы также принимали участие. Heat and Power является сегодня выставкой для теплоснабжения, для людей, которые занимаются тепловой трубопроводной арматурой, оборудованием, в том числе и котельными установками, и инженерными системами. PCV-Expo традиционно была выставкой для арматуростроителей, людей, которые занимаются потреблением, производством и, конечно же, продвижением трубопроводной арматуры на российском рынке. Один из кривотолков заключается в том, что сегодня PCV-Expo называют китайской выставкой. Знаете, отчасти, возможно, люди и правы, то, что на выставке сегодня существует обилие китайских арматуростроителей, китайских стендов. Но, уважаемые коллеги, скажите мне, где сейчас, на какой выставке не существует китайцев? И говорить, что китайцы остались где-то там позади и продвигают свой продукт с помощью выставок, значит, говорить ни о чем. На самом деле, китайский маркетинг очень глубокий, и на самом деле он продвигается гораздо сильнее, чем наш российский маркетинг. Если говорить о участии китайцев на выставках, то я хочу сделать одну такую небольшую ремарку, что на PCV-Expo я видел исключительно арматуростроителей. Я не видел компаний, которые занимаются гвоздями или занимаются насосами. Я не видел компаний, которые занимаются чем-то, что не сочетается с отраслью арматуростроения. Я видел стенды, на которых представляли арматуру. Но, все-таки, мне хотелось бы поговорить о впечатлениях выставки. Знаете, вот если говорить о участниках PCV-Expo, то в этом году, конечно же, организаторы постарались, потому что я видел очень много интересных стендов, и на самом деле наши коллеги учатся сегодня выставляться именно такими стендами, которые должны быть. Во-первых, они показывают свою продукцию. То есть время, когда вы видели стенд, на котором стояли просто кучиные каталоги, проходит безвозвратно. Все везут образцы трубопроводной арматуры, изделия, каких-то своих экспериментальных частей и деталей. И, что самое важное, как я считаю, везут технических специалистов, людей, которые способны рассказать вам о продукте очень много. Так вот, на PCV-Expo практически все стенды российских компаний и заводов, такие как завод кольцевых заготовок, курганский завод ИКА, компания ГЗ Электропривод, Беженская Литьева, Трем Инжиниринг. Это те компании, которые провели с нами встречу, мы с которыми общались. Они привезли очень много интересных образцов, разработок. И, в принципе, я не видел, что у них были пустые стенды. Постоянно кто-то подходил и они общались. Тот факт, что PCV-Expo в свое время потеряла значимость у некоторых арматуростроителей, я бы отнес к тем годам, 2013, 2014, 2015, когда некоторые товарищи использовали эту выставку в своих корыстных интересах, не принося в нее ничего. Я не буду называть этих товарищей, многие арматуростроители их знают, но сегодня я могу сказать, что выставка, можно сказать, переходит в какое-то новое русло и, возможно, она возродится. Как это будет, покажет время, потому что сегодня у PCV-Expo изменилось руководство. Новая дирекция пришла и, самое важное, эта дирекция беспристрастно смотрит на новую концепцию выставки. То есть, у них есть опыт, опыт поднимания выставок таких, как Акватерм, которая сегодня гремит и без преувеличения является одной из ведущих выставок водоснабжения, инженерных систем. Но, как они возродят PCV-Expo и действительно, в каком русле она пойдет, это, я думаю, время ближайшее покажет. Все-таки, говорить, если я о выставке PCV-Expo, то чисто мое сугубое объективное мнение, эта выставка проводится в Москве. Это уже очень большой плюс. И, самое главное, у нее есть одно неиспоримое преимущество, у нее есть бренд. Как бы ее ни называли, на эту выставку приходит очень много арматуростроителей и коллег. Вот скажите мне, пожалуйста, уважаемые друзья, если так критикуют эту выставку, то почему постоянно, когда я посещаю ее, я встречаю таких людей, где мы могли встретить ни на нефтегазе, ни на выставке, которая проводится та же Акватерм или других мероприятий, которые мы часто посещаем. Действительно, это остается место сходника арматуростроителей. И это подтвердило участие нашей конференции. Потому что, уважаемые друзья, если говорить о цифрах и фактах, то наша конференция, которую проводила медиагруппа Армторг в рамках PCV-Expo собрала более 160 делегатов. Да, вы не ослышались, уважаемые друзья, нашу конференцию, которую мы с компанией IT организовали, 23 октября собралось 160 делегатов. Приходили и уходили люди, кто-то заходил, не регистрировался, то есть, эта цифра приблизительная. Я не буду, конечно, говорить и громыхать о том, как нам это получилось сделать чудо, что произошло, я просто буду говорить фактами. Наша команда смогла собрать это количество человек, делегатов, а также сделать изумительную деловую программу. На нашей программе выступило 18 делегатов. Действительно, были доклады очень интересные, емкие. Были даже дебаты и споры. Было очень много вопросов, о которых мы поговорим немножко позже. И, конечно же, мы снимали видеорепортажи, докладов, интервью. Впоследствии мы разместим их, и, в принципе, на ваш суд и объективную точку зрения готовы будем подискутировать. Но, тем не менее, выставка PCV-Expo, как и деловая программа в целом удались. Что еще хотел бы сказать? Я бы хотел рассказать и презентовать вам наши награды, которые мы вручили в рамках нашей конференции. Дело в том, что в нашей редакционной коллегии постоянно возникает масса вопросов, одним из которых является наша работа с конечными потребителями и авторами журнала «Вестник арматуростроителя». Награждать их единственным призом «Арматуростроитель года» я бы не хотел, как главный редактор, как человек идейный, я бы хотел выделять особые конфессии, касты «Арматуростроители» и все-таки награждать их к теме близко им. Иными словами, авторов я бы хотел награждать именно за их усердный труд, за авторское письмо и за то, что они, не жалея сил и своего времени, постоянно стараются привнести в наш журнал «Вестник арматуростроителя» свежие, интересные статьи. Так что мы презентовали в этом году награду «Автор года», которую получили три наших автора. Более подробно вы сможете узнать в нашем релизе на портале armtor.ru. Но я бы хотел еще рассказать вам о награде, которую мы также вручили в рамках нашей конференции на PCV-Expo. Это «Эксперт года». Дело в том, что в нашей отрасли существуют не только арматуростроители, те, кто создают трубопроводную арматуру и продают ее, а также люди, которые ее эксплуатируют. Говорить о том, что арматурщик года или арматуростроитель года, как кому угодно, может быть технический эксперт или специалист, но, по-моему, это немножко неправильно. Он не арматуростроитель, он ее конечный потребитель. Именно поэтому была создана награда «Эксперт года», в которую мы будем включать технических специалистов, экспертов своего дела, людей, которые посвятили часть своей жизни именно делу трубопроводной арматуры. И мы таких людей мы хотим награждать это ежегодной наградой, уважаемые друзья. Если подводить итог, то я могу сказать, что у нас теперь три награды, и три награда будет действительно находить своих героев, тех людей, которые занимаются своим делом. Мы не хотим мешать всех в одну кучу. И все-таки, уважаемые друзья, если возвращаться к деловой программе, которую мы провели на PCV-Expo, я бы хотел сделать небольшое резюме о теме докладов. На самом деле, мы собрали специалистов своего дела, и у нас делегаты, те докладчики, которые выступали, это были первые лица от компании, они презентовали очень много новинок и разработок. Я, честно сказать, многие из них сейчас разбираю, смотрю, и многие из этих докладов сегодня уже формируются в наш новый журнал «Вестник арматуры строителей». Это новогодний журнал, который в скором времени уже выйдет. Люди действительно постарались. Мне очень понравились доклады, как научного толка от наших постоянных авторов, так понравились доклады и наших компаний партнеров, да и просто компаний, такие, которые выступили действительно с чем-то новым. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех участников нашей конференции, тех людей, которые приехали со всех уголков нашей большой страны и рассказали арматуростроителям эту большую аудиторию, которую удалось нам собрать, о своих последних разработках, инновациях. Также, уважаемые друзья, я хотел бы поблагодарить всех делегатов нашей конференции, выразить каждому искреннюю благодарность пожать лично руку. Многие наши партнеры и друзья приехали, мы с ними увиделись, конечно же, поздоровались и, знаете, очень теплое чувство то уединение арматуростроителей, которое действительно сегодня существует. Я очень искренне уважаю и понимаю тех людей, которые интересуются отраслью арматуростроения, не интересуются какими-то сплетнями, не интересуются фейками, а действительно привыкли жить делом, достигать этого дела и результатов. Я хочу дать старт тем мероприятиям, которые ожидаются в 2018 году. Сегодня уже формируется программа конференций, о которых мы сообщим в ближайшее время у вас, уважаемые читатели и зрители, медиагруппы, портала Армторг, а также журнала Вестник арматуростроителя. Скажу так, на самых крупных выставках, объединениях и мероприятиях мы постараемся сделать доклады, мы постараемся сделать конференции, мы постараемся сделать встречи еще интереснее. Если говорить о 2018 годе, мы подвели действительно очень хорошую черту этой конференции. Мы показали вам, уважаемые друзья, что каждый день мы работаем для вас, для того, чтобы обеспечивать у вас надежной, качественной информацией и объединять. Объединять в виде единое движение арматуростроителей, которое удалось покажать счастью в Москве в 2017 году 23 октября. Спасибо большое вам всем за внимание. В ближайшее время ждите анонса нашей конференции видеорепортажи, ну и, конечно же, уважаемые друзья, презентацию свежего вестника арматуростроителя номер 6. В этом году мы презентовали наш журнал на нашей конференции PCV-Expo и, конечно же, он уже был разослан нашим постоянным читателем, подписчиком. Но на следующей неделе я планирую вам анонсировать, рассказать более подробно кому он был посвящен, а также авторам и людям, которые дали нам интервью в этом журнале. Так что, уважаемые друзья, следующая неделя будет еще насыщеннее, интереснее событие. Оставайтесь вместе с нами. Спасибо большое за внимание. Удачи, друзья. С вами был Игорь Илдашев. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»